Продолжение следует... 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 Условно сравнивать эти режимы, но здесь высокая частота полных регрессов весьма оптимистична, потому что именно полный регресс обеспечивает длительность жизни пациента. И сохранение эффекта на протяжении 5 лет наблюдения в группе, получавших иммунотерапию пациентов, конечно же, выше, чем в группе, получавших таргетную терапию. Если мы посмотрим обобщенные данные по данному исследованию, то мы видим, что медиана длительности лечения в обеих группах примерно сопоставима. Примерно 8 месяцев половина пациентов получала или комбинацию иммунных препаратов, или сунитениб. Но необходимость в последующей терапии, она, конечно же, различна в этих исследовательных группах. В группе сунитениба практически 70% больных нуждались в последующей системной терапии, в группе комбинированной иммунотерапии чуть более половины. И вот очень интересные такие данные представлены также на ЭСМО этого года о так называемом динамическом прогнозировании. Это на самом деле возможно выполнять такие исследования для рандомизированных исследований, имеющих большое количество пациентов, более тысячи выборка, да, и длительность наблюдения в течение пяти и более лет. Учитываются факторы прогноза, которые меняются во времени, которые стабильны. И здесь смысл этого динамического прогнозирования – это рассчитать возможности сохранения жизни, возможности жизни без прогрессирования и возможность сохранения достигнутого эффекта у тех пациентов, которые получали лечение в течение трёх лет, что с ними будет на протяжении последующих двух лет. Если мы посмотрим, то сроки жизни пациентов, выигрыш на протяжении ожидаемой сроки жизни в группе комбинированной иммунотерапии примерно на 10% выше, чем в группе сунитениба. Вероятность прожить без прогрессирования примерно на 30% выше в группе больных, получавших именно иммунотерапию. И выживаемость с сохранением достигнутого эффекта также практически на 30% выше в группе больных, получавших комбинацию неволумаба и эпилеумаба. То есть, в принципе, такое подтверждение, уже очередное подтверждение того, что возможности иммунотерапии в плане достижения глубоких, стойких эффектов, позволяющих говорить даже об излечении больных на протяжении пяти и более лет, они реализуются и в данной нозологической форме. И также это принципиально важно для больных, имеющих другие, не милоклеточный вариант гистологической рака почки, в частности, саркоматоидный рак, который, как мы знаем, резистентен к большинству таргетных препаратов. И также вот клевые, они наглядные, особенно выживаемость без прогрессирования, где уже сразу же практически происходит расхождение клевых в пользу комбинированной иммунотерапии. То же самое касается и общей выживаемости пациента. Если так вот непрямое сравнение провести, то, в принципе, графики уже известны, наверное, но, наверное, еще раз стоит подчеркнуть, что да, вроде бы объективные ответы для больных, получавших комбинацию иммунопрепаратов, они не так высоки, как для комбинации, например, иммунного препарата и таргетного препарата. Но если мы посмотрим на сроки жизни пациентов, то вот эти вот выживаемость через год, через два абсолютно сопоставимые преимущества по сравнению с унитенибом практически во всех группах, в том числе и для рассматриваемой нами комбинации эпилюмаба и неволомаба. Вот эти вот медианы общей выживаемости сопоставимы совершенно во всех исследованных комбинациях препаратов в качестве первой линии. Примерно на треть снижается риск смерти пациентов. Поэтому, конечно же, чем больше опций, тем больше затруднений, как все-таки выбрать нам варианты препаратов для первой линии, поскольку мы знаем, что диапазон пациентов очень широк от тех пациентов, которые могут просто наблюдаться без получения лечения, мы знаем, такие пациенты есть, до пациентов, нуждающихся в лекарственной терапии. Поэтому, если мы говорим о том, что пациент имеет промежуточный или плохой прогноз, если у него нет аутоиммунного заболевания, если у него есть какие-либо противопоказания к ингибиторам или к блокаторам, создаются антелиального фактора роста или необходимость избежать хронических осложнений данного вида терапии, то, конечно, мы склоняемся в плане выбора комбинации иммунных препаратов. Но если мы говорим о том, что у пациента все виды, в том числе и благоприятный прогноз, если необходимо избежать осложнений стороны иммунотерапии по ряду причин, то в этой ситуации мы можем выбирать в плане комбинации иммунных препаратов и таргетных. Ну, это такое, наверное, схематичное несколько изложение, потому что мы понимаем, что огромное количество факторов влияет на выбор терапии. И предпочтение пациента, и предпочтение врача, и финансовую составляющую, и коморбидность, и так далее. Ну, а если мы говорим, что делать дальше, вот мы провели первую линию, она достигла эффекта или не достигла эффекта, какие последующие варианты лечения, мы эту мозаику тоже уже несколько лет последних наблюдаем. Огромное количество пациентов для второй и последующих линий, из вариантов лечения для второй и последующей линии, не менее 15, здесь указано, например, препаратов. И вот наши препараты, о которых мы говорим, они тоже занимают реальное место. И вот выбор как раз-таки на чём базируется, на доказательности исследований, на профиле токсичности и ряда других факторов, которые, наверное, здесь даже не полностью перечислены. Поэтому, на самом деле, мы сейчас находимся, наверное, и в лучшей, и в худшей позиции, потому что всегда сложно выбрать что-то наиболее подходящее. По мнению экспертов, например, ССУ, после комбинации неволумаба и пилюмаба, о котором мы сейчас говорили, последующая линия терапии – это кабазантиниб и в дальнейшем другие варианты, базирующиеся на выборе таргетных препаратов. Но если мы говорим, опять же, о второй линии и о монотерапии, конечно же, мы ещё раз вспоминаем наше любимое заслуженное исследование Checkmate 0.25, где сравнивался неволумаб и эверолимус, уже более пяти лет наблюдения. Ну, в принципе, все кривые, которые мы уже на протяжении какого-то времени знаем, мы видим, что расхождение кривых, оно также сохраняется на протяжении уже пяти и более лет наблюдений. И практически в пять раз выше выживаемость без прогрессирования сохраняется эта тенденция. Общая выживаемость пациентов также, вот это расхождение, оно состоялось, и оно продолжается на протяжении длительного периода наблюдения. Также сохраняется и большая частота объективных ответов, в том числе полных. И даже те пациенты, которые, исчерпав эффект эверолимуса, перешли в группу неволумаба, у этих пациентов также возможно достижение объективного ответа, в том числе и полных регрессов. Почему фактор, конечно, сохранения длительности ответа, который, ещё раз говорю, влияет принципиально на сроки жизни пациента, он, конечно же, существенно различается у больных, получавших иммунный препарат или эверолимус. Длительность ответа, она принципиально выше, и, опять же, это расхождение на протяжении уже лет сохраняется. Те пациенты, которые оценены уже на протяжении пяти и более лет, часть из них даже продолжают терапию неволумабом, и это больше процентов, чем больные, получавшие эверолимус. Пациенты, завершившие терапию и не нуждающиеся в последующем лечении, примерно треть больных, которые получали неволумаб, то есть, в принципе, эти пациенты сохраняют эффект и находятся без лечения. И всего один пациент из группы, получавший эверолимус. И те пациенты, которые завершили лечение и в дальнейшем все-таки нуждаются в продолжении лекарственной терапии, после, в том числе, и неволумаба, и эверолимуса, также такие пациенты есть, но здесь уже, конечно, смещение в пользу группы неволумаба. Эти пациенты все-таки реже нуждались в проведении последующей системной терапии. Ну и что же тут выбрать, какие варианты мы выбираем в качестве второй и последующих линий? Ну, если сравнить, опять же, такие схематичные непрямые сравнения, казалось бы, да, неволумаб по сравнению с эверолимусом не обеспечивает преимущество в мезиане выживаемости без прогрессирования. По сравнению, например, с абазонтинибом, с линвотинибом. Но если мы посмотрим на такой более, наверное, принципиальный показатель, именно общая выживаемость, то, конечно, неволумаб занимает такое достойное место в качестве второй линии, поскольку обеспечивает общую выживаемость в течение двух и более лет и не уступает, по меньшей мере, указанным режимам последующей терапии. Ну и, разумеется, если говорить об иммунотерапии в целом для рака почки, конечно же, мы уже говорили не только о второй линии, о первой линии. Мы уже говорили о том, что данный вид лечения выходит и на адювантный этап, а может быть, потом будет и на адювантный. Мы только можем предполагать и надеяться. Также мы видим, что исследования, которые посвящены именно адювантному подходу в лечении рака почки, это исследования пембролизумаба, той же самой комбинации неволумаба и пилюмаба у больных после радикального лечения, имеющие определенные категории Т и Н. Набор больных продолжается, исследования тоже крупные, поэтому, конечно же, очень интересно, какие возможности иммунотерапии на данном этапе лечения больных раком почки у нас будут получены. Благодарю за внимание.